27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград – единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года. В тот же день захватчики маршировали по Ленинградским пригородам. Пройти дальше им не удалось ни первой фронтовой осенью, ни позже. В своей видеопрезентации библиографы Центральной городской библиотеки имени Ломоносова напомнят события самых трагических дней Великого города и истории его освобождения. По директиве Гитлера от 6 сентября о подготовке к наступлению на Москву группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна была окружить в районе Ленинграда советские войска. Не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» часть своих механизированных войск и авиационных соединений. 6 сентября на Ленинград упали первые бомбы. 8 сентября войска группы «Север» захватили город Шельсербург, Петрокрепость, взяли под контроль исток Невы и блокировали Ленинград суши. Внутри кольца площадью около 5000 квадратных километров всего более полумиллиона человек оказались в окружении. В блокадном кольце оказались более 2,8 миллионов военских частей и мирных жителей, практически все транспортные коммуникации были разорваны. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру, побережью озера из Ленинграда вела Ириновская железнодорожная ветка. Уже к 18 сентября были захвачены Пушкин, Красное село и Слуцк. Германские войска вышли к Финскому заливу в районе Петергофа, разделив советскую группировку надвое. Меньше из двух частей окруженной территории стало известно как Арань-Инбаумский плацдарм. Линия фронта, то есть окопы наших частей, проходила всего в 4 километрах от Кировского завода и в 16 километров от Зимнего дворца. Ленинградцы военные добирали свои части до линии фронта на трамвае, пока он ходил и в городе работало электричество, и также приезжали в увольнение. Почему Гитлер стремился уничтожить Ленинград? Ведь город был крупнейшим промышленным центром, центром судостроения и танкостроения. К 1941 году в нем работало 7 судостроительных заводов, научно-исследовательские институты, выполнявшие заказы оборонной промышленности, связанные с военно-морским флотом. На Кировском заводе планировалось построить 800 танков КВ. Производились артиллерийские системы, боеприпасы, авиадвигатели, приборы, самые современные виды вооружения. Город готовился к войне. Так, основные мощности и многие специалисты Кировского завода были эвакуированы в Челябинск. С Челябинским тракторным заводом и еще шестью частично или полностью передислоцированными в Челябинск предприятиями образовали знаменитый Танкоград, крупнейшее в годы войны производство танков, самоходных атлетийских установок и другой бронетехники, а также боеприпасов. В связи с этим, 6 октября 1941 года Танкограду было присвоено официальное номинование Кировский завод наркомата танковой промышленности в городе Челябинске. Эвакуировали не только производственные мощности. Накануне войны из Ленинграда были вывезены двумя железнодорожными составами на Урал культурные ценности, предметы искусства, картины. Третий состав не успел выехать, его вернули в город и разместили музейные экспонаты в подвалах храмов и музеев. Сотрудники русского музея часть фарфора из своей коллекции закопали в песок в подвале. Клодовских коней Санечкова моста опустили на дно Невы. В начале войны все скульптуры и бюсты летнего сада были зарыты в специальных щелях, вырытых для них в земле. В летнем саду расположилась военная часть. Город оказался не готов к осаде. Запасов продовольства, сделанного на аромативном обмыве, не было. И острая нехватка продовольствия и топлива ощущалась уже в начале осени 1941 года. Городским властям не удалось провести масштабную эвакуацию даже детей, инвалидов и стариков. Управление НКВД по Ленинградской области произвело обследование состояния хранения неприкосновенного запаса, НЗ, продовольствия. В своем донесении под грифом «Совершенно секретно» на имя секретаря Ленинградского горкома ВКПБ управление сообщало, что кладовые непригодны для хранения продуктов, не соблюдаются требования санитарного надзора, неприкосновенный запас подвергнут порче. Из отечи воды с потолка подмочены мешки с сухофруктами, сливочное масло покрыто плесенью, рис и горох заражены клещом, мешки с сухарями разорваны крысами, покрыты пылью и пометом грызунов. Никакого серьезного запаса в Ленинграде в принципе не существовало. Город жил на привозных продуктах, питаясь с колес. В конце июля 1941 года в наличии был примерно недельный запас продуктов. Самые черные дни Ленинграда это ранняя зима 1941-1942 годов, первая блокадная. Непривычно морозная зима. В городе не работала система отопления, с ноября 1942 года не выработал водопровод. Не хватало топлива, поэтому стоял транспорт. Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля. Норм отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 2 сентября 1941 года. Накануне 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия. Эта мера действовала вплоть до середины 1944 года. При сохранении черного рынка официальная продажа продуктов в коммерческих магазинах прекратилась. В ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Со 2 ноября по 25 декабря 1941 года ленинградцы получали самую низкую норму хлеба за все время блокады. 250 граммов по рабочей карточке, это примерно треть жителей города, по 125 граммов служащим, иждивенцам и детям. Работавшие в горячих цехах получали 375 граммов. И это был хлеб с овсяной шелухой, с сельлозой и обойной пылью, иногда с древесной корой. Передает атмосферу тех черных месяцев стихи Анны Ахматовой. Птицы смерти в зените стоят, Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, Он дышит, Он живой еще, Он все слышит, Как на влажном балтийском дне Сыновья его стонут во сне, Как из недрева вопли хлеба До седьмого доходят небо. Но безжалостно это твердь, И глядит из всех окон смерть, И стоит везде на часах, И уйти не пускает страх. Кроме голода, Жизни уносили постоянные бомбежки. К концу года Обстрелы проходили ежедневно. Город не сдавался. Были организованы дежурства На крышах для тушения Вражеских зажигательных бомб. Весной 1942-го Призвали ленинградок От 18 до 35 лет. Мужчины были призваны В действующую армию. Город оказался под защитой 16-тысячной женской армии Из 35 батальонов Местной противовоздушной обороны МПВО. Хозяйками города Девушек в ватниках Называли не зря. Они и завалы разбирали, И погибших хоронили, И лекарства раздавали, И заготавливали дворова, И инженерные сети чинили. С наступлением страшных холодов И голода в распоряжение МПВО Вошли еще две обязанности. Подбирать истощенных, Чтобы на санях довезти их до ближайших больниц, И умерших, Чтобы похоронить в братских могилах. На улицах дежурили группами по 4 человека. А немецкая пропаганда Работала на полную мощь. Первые вражеские листовки Появились в городе Еще в середине июля 41-го. Выпускались поддельные номера Правды и некоторых ленинградских газет. По радио велись Одессимитские передачи на русском языке. Немцы призывали К капитуляции. Ответным оружием Несломленного города Стало радио. На улицах появились Сотни новых репродукторов. Оказалось, что Постоянное звуковое сопровождение Смягчает уже с голода и одиночества. Все время блокады Рядом с измученными горожанами Был мягкий, искренний голос Поэтессы Ольги Бергольц. Что бы с ней самой не происходило, Она строго по графику Появлялась в студии И в эфире раздавалась. Внимание! Говорит Ленинград. Слушай нас, родная страна. У микрофона Поэтесса Ольга Бергольц. Голос Ольги Бергольц Давал людям надежду, Веру и силу жить дальше. Символом героического сопротивления Осажденного города Для всего мира Прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шестаковича, Получившая имя Ленинградской. Симфония была написана Всего за пять месяцев. 6 сентября 1941 года Дмитрий Дмитриевич Выступил на Ленинградском радио. Мои дорогие друзья, Я говорю с вами из Ленинграда. В то время, как у самых ворот Его идут жестокие бои с врагом, Я говорю с фронта. Вчера утром Я закончил партитуру Второй части Моего нового Симфонического сочинения. Я сообщаю об этом Для того, чтобы все знали Опасность, грозящую Ленинграду, Не оборвала его полнокровной жизни. Первые три части Симой симфонии Написаны Шестаковичем В доме Бенуа В Ленинграде. А финал Он заканчивал В эвакуации в Куйбышеве В декабре 1941 года. Прозвучала Ленинградская симфония 9 августа 1942 года В исполнении Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Под управлением Карла Эль-Асберга. Исполнение симфонии В день снятия блокады Сегодня стало традицией. Моральной поддержкой ленинградцам Служили ленинградские окна ТАСС. Ежедневно На улицах города Появлялись новые плакаты. Для многих это был знак. Город живет и сражается. Умер от голода с кистью в руках 25-летний Моисей Вакснер, Который, кроме плакатов, Создал в декабре 1941 года Проект будущего парка Победы. В дневнике другого блокадника Архитектора Александра Никольского Есть запись. Смерти уже не потрясают. Нервы притупились. Но сдавать город нельзя. Лучше умереть, чем сдать. Я твердо верю В скорое снятие осады И начал думать о проекте Триумфальных арок Для встречи героев Войск, освободивших Ленинград. И он рисовал Триумфальные арки Победы Первой, самой трагической Блокадной зимой. Не прекращалось обучение в школах. К концу октября Начались занятия в 39 из них. Часть школ была закрыта. Летом 1941 года Многие школы Были преобразованы В эвакуационные пункты. Обучение шло только По самым важным предметам. Дети часто ничего не писали, Лишь слушали и отвечали устно. А уроки длились Всего 20-25 минут. Было очень холодно, Фернилы замерзали. Да и сил у голодных детей И педагогов практически не было. С декабря 1941 года Было принято решение После уроков Кормить школьников Белковым дрожжевым супом. Дополнительно. Помимо продуктовых карточек. В январе 1942 года В школах были объявлены каникулы. В эти дни Население города Страшно голодало. А в школах, театрах, Концертных залах Для детей Были организованы елки С подарками И сытным обедом. Одна из учениц писала 6 января Сегодня была елка И какая великолепная! Правда, я ничего не слышала Почти из пьесы, А все думала об обеде. Обед был замечательный. Все жадно ели суп, лапшу, кашу, хлеб и желе И были довольны. Эта елка надолго останется в памяти. Единственной надеждой на спасение Для сотен тысяч ленинградцев Стала эвакуация и доставка продовольствия По Ладожскому озеру. Летом по воде, зимой по льду. Эта трасса получила название Дорога жизни. Доставка людей и грузов Перед блокадой по этой трассе По праву может сравниться С величайшими операциями Великой Отечественной войны. Как только в конце ноября 1941 года Ладога покрывалась льдом, Руководство Ленинграда Организовывало через озеро Переброску продовольствия В город на грузовых машинах. Обратно эвакуировалось Голодающее население. По дороге жизни до весны 1943 года Было доставлено 1,6 миллиона тонн груза Эвакуировано Более миллиона 300 тысяч жителей И порой грузовики проваливались под лед Но колонна продолжала движение Иногда под обстрелом. По дну Ладожского озера Были уложены трубопровод И электрический кабель. Попытки прорыва блокады Предпринимались в сентябре и октябре 1941 Начиная с января 1942 В период общего наступления Красной Армии А затем в августе и октябре 1942 В ходе Синявинской операции Ленинградского и Волховского фронтов Были обескровлены вражеские силы Которые были специально переброшены Под Ленинград, чтобы взять город штурмом Блокаду прорвали 18 января 1943 года На узком участке южнее Ладоги Шириной всего 8-11 километров В ходе операции «Искра» Проведенной двумя фронтами Этими же ленинградским Под командованием генерал-полковника Говорова И Волховским Под командованием генерала армии Мерецкого Общую координацию наступления Осуществлял Георгий Константинович Жуков По образовавшемуся коридору Уже через несколько недель Проложили железную дорогу По ней доставляли в Ленинград Продовольствие, вооружение Пополнение для защитников города Но полностью освободить город От осады не сумели Войска немецкой 18-й армии Находились в непосредственной близости от Ленинграда И продолжали интенсивные артиллерийские Обстрелы города и дороги жизни В начале сентября 1943 года Советскому командованию Стало известно о том Что немецкие войска Начали подготовку Отступления от Ленинграда На новые оборонительные рубежи На линии река Нарва Чудское озеро Псков, остров, Идрица, линия Пантера Гитлер, ориентируясь на мнение Командующего 18-й армии Линдермана Который уверял, что его войска Отразят новое советское наступление Приказал группе армий Север Продолжать осаду Ленинграда Город окончательно освободили от блокады В результате операции Январский гром Или Красносельско-Ропшинская операция Или операция Нева-2 Она происходила 14-30 января 1944 года Наступательная операция Красной Армии Это один из этапов Ленинградско-Новгородской Стратегической операции В результате этой операции Войска Ленинградского фронта Уничтожили Петергофско-Стренинскую группу противника Отбросили врага на расстояние 60-100 километров от города Освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк И во взаимодействии с войсками Волховского фронта Прорвали блокаду окончательно Битва за Ленинград стала самой продолжительной В годы Великой Отечественной войны Она длилась с 10 июля 1941 года По 9 августа 1944 Когда финские части были отброшены от города К финской границе В ходе Выборгско-Петрозаводской операции Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня И была полностью снята 27 января 1944 года В ходе Ленинградско-Новгородской операции В честь этого события впервые за всю войну Был дан салют не в Москве, а в самом Ленинграде Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы увидеть салют И порадоваться столь желанной победе у стен своего родного города 27 января стала днем воинской славы России «Рыдают люди и поют, элит заплаканных не прячут, Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут» Так писал поэт Юрий Ворнов В Архангельской централизованной библиотечной системе Есть книги, посвященные блокаде Ленинграда и освобождению города Книги о стойкости жителей Великого Ленинграда Их Вы можете найти в электронном каталоге на нашем сайте архлип.ру или спросить в любом филиале Архангельской централизованной библиотечной системы Кам이죠 Дур죠 Медо Медо Субтитры сделал DimaTorzok